каратэ ушу есть есть часть блоков которые делают себе захваты теоретически их можно делать и в перчатках что некоторые энтузиасты и делают но чувствую что все равно неправильно это в чем ошибка до техники вроде не придраться но блок и блок и так иван иванов пишет если блок наработан то неважно будут эти перчатки или нет ты блок сделаешь смотрите давайте для начала мы определимся о чем именно мы говорим в контексте защиты в контексте блоков так называемых и собственно в контексте тех защитных действий в которых мы можем пользоваться дополнительным оборудованием таким как перчатки или можем им не пользоваться значит смотрите понятное дело что когда мы говорим о боксе или о постбоксерских каких-то практиках да то из реальных защит давайте будем говорить о каких-то реальных вещах реальные пассивные защитные действия там выполняется при помощи накладывания руки собственно на удар противника да вот есть такая форма очень часто это делается с использованием плеча например или у нас плечо поднимается рука просто страхует там и так далее да и считается что в этом смысле нам перчатки не мешают понятное дело что они не мешают ребят но они не помогают тоже блокируете вы все равно не перчатками собственно ладони блокируете но во первых надо сказать что наверное но мне кажется это единственное действие больше боксерских перчатках которые возможно в качестве защитных не условно защитных когда отпрыгивают уклоняются там еще а именно защитный техника это во первых во вторых когда мы говорим о других каких-то перчатках ну например вот слушайте знаете советское время например да некоторые бойцы вот этих традиционных был их искусств ну все-таки иногда были вынуждены пользоваться перчатками и делали сами себе блины вот эти упали блины боксерские вот эти вот они тоненькие да которые являются протектором для руки для работы помешку вот использую себе перчатки обрезались у них вот это вот эта часть пальцев обрезалась этих перчаток да здесь вытаскивалось все лишнее на самом деле накладочка получалось только вот на эту часть на на плачную часть на костяшке и тогда вроде бы как не сильно это мешало на самом деле все равно ребят мешал почему потому что часть защитных техник сразу отрезается ну например такие техники которые часто используются в хэтфу они которые используются венчунь который используется там некоторых других каких-то вариантах когда у вас скольжение обеспечивается в том числе и вашей кисти и здесь вы встречаете вот это вот нелепое сопротивление вашей перчатке это полная ерунда когда мы говорим о более объемных тех перчатках то и вовсе а каких защитных действиях можно говорить мы можем в таких случаях говорить только защитных действий которые мы выполняем предплечьями и локтями если мы говорим о руках о защите руками предплечьями и локтями все остальное во всем остальном нам мешает собственных парчатках так теперь я читаю ваше мнение на этот счет так эффективно то что на работа на сергей пишет окей иван иванов но естественно речь не идет о блоках захватами да да это понятно это понятно эдуард пишет карате можно и в перчатках венчунь из-за перчаток теряется тактильной чувствительности да вот этот мониторинг действий противника когда вы можете закрыть глаза как это делается венчунь например да или когда может вообще смотреть в сторону но при этом хорошо абсолютно контролировать действие противника да в перчатках это невозможно ребят ну попробуйте попробуйте что у вас получится эдуард абсолютно прав дальше я не пишет в карате свои перчатки носить меняется окей иван иванов пишет работают они в боксерских перчатках блоки взятые я так понимаю шитокан или пелкусняка то есть иван иванов речь идет сейчас все таки о том о чем вот я сказал да о предплечьях о защите предплечьями и локтями то есть это типичная такая защита постшитоканская которая собственно в спорте не особо работает и тогда в этом смысле какая разница как она не работает не работает она в перчатках или не работает без перчатки я это имею ввиду ну наверное в этом смысле как бы перчатки не являются препятствием потому что сама по себе техника используется не к месту она не уместна так скажем пути но давайте вы попробуйте попробуйте предложить такой вариант при котором какие-то другие защиты работают защиты которых используется все-таки кисти но при этом вы одеты в перчатках вот такую вот а вот об этом напишите пожалуйста есть такие мнения или все-таки все действительно считают что если защитное действие выполняется при помощи кисти или при помощи в том числе и кисти до руки то тогда понятно что перчатки точно миша грин пишет боксе не сбивые и перчатки не мешают а вот что вы имеете то есть это та самая ситуация когда работают опять локтями и предплечья и считается что это защита и ванонов на моем опыте мне торчатки мешают любые блоки делать кроме сбивок боксерских ну да вот собственно эти слова и подтверждать сейчас иван иванов все правильно то есть правильно я понимаю что мы все пришли к выводу что перчатки безусловно мешают если защитным действием выполняется кистью руки и только в случае если это выполняется предплечьем и локтем тогда вроде бы как перчатки не мешают и не помогают сергей пишет богомоль есть техника рубящего удара сверху вниз который может работать в перчатках и хлестское действие может выключить руку да совершенно верно могут работать в перчатках но другие действие уже не будут работать перчатках я имею ввиду дубные технически действия присущи этого pomp joining правильно понимаю то есть в принципе все равно можно сказать да что перчатки мешают защитными действием если чё точное действие польца не понимая в смещении таки противника перчатки не нужны супер вы ответили сразу на все вопросы, на все темы, которые перед нами стояли. Супер, спасибо большое. Сергей пишет. Протонован Пай. Согласен. Про ограничение арсенала, но ведь богомол это в первую очередь ударности, переходящих в захват или броски. Но перчатки мешают. Окей. То, что перчатки мешают, вы тоже согласны с этим утверждением? Хорошо. Окей. Но с темой мы разобрались. Самое главное, да, мы поняли все, что большинство техник защитных отрезается сразу, как только вы надеваете перчатки, даже если это такие тоненькие блинчики какие-то.